С середины боя я сливаю вражескую Шкоду и теперь внимание на экран. Мы втроем остались против семерых. В нашей команде арта 10, PT9 и ST8 уровня. Против нас 5 десяток, PT8 и LT7 левела. Хочу обратить отдельно ваше внимание на то, что у них есть Е100 и 2 Е5, достаточно бронированные и крепкие машины. Помимо этого, один из Е5 фуловый или практически фуловый. Есть 50B, есть арта и трое из них играют во взводе, типа слаженная игра ля-ля-та-паля. И вот вопрос, друзья, как вы думаете, какие шансы у нашей команды выиграть этот бой? Ну а теперь давайте посмотрим, как это было. Здарова, танкисты, с вами Слим. Сегодня покажу, ну просто безумное-то щелово и такое бывает в рандоме, но очень часто. Просто безумная победа. Я думаю, этот реплей по-любому заслужил на ваше внимание и, конечно же, лайк. Я, как обычно, качаю Waffentrager Aufpz4. Уже докачиваю гриля 15-го вафля. Исследована, правда, не куплена, но хочется купить уже побыстрее вафлю Е100. Так вот, карта Эль-Халлов. Становимся на горе, ну типа по ПТ-шить. И возле меня тяж 8-го уровня. Ну я понимаю, что бой с десятками, но на тяжи сюда остановиться? Какой смысл, братюня? Как ты до 8-го уровня докачался? Как ты меня так удивляешь? Ты же тут будешь светиться, как новогодняя ёлка. Но тут, оказывается, удивлению нет предела. У врагов есть Е100, который делает то же самое. Вообще, на Е100, на громадном, большом танке с бронёй, стать ПТ-шить вот здесь, на горке. Это просто какой-то жесть. Ладно, угощаю Е100. Дальше ничего интересного не происходит. Я типа ПТ-шу, там, бландю, где-то промахиваюсь, где-то попадаю. Ну, в общем, сливаю вражеского вафлепазика. Сначала поджигаем его, потом следующим устремом добираем. Ну, и Е100 получает от меня ещё раз парень, который в топе, казалось бы, должен играть на первой линии от брони. Он реально ПТ-шит. Посмотрите, стоит на респе и ПТ-шит. Ну, как ПТ-шит? Точнее, впитывает тех, кто может пробить Е100. Ну, в данном случае, это я. Вот, потом ещё засветился Федя. Вот, дали ему тычку. И тут, в принципе, как бы проматываем вперёд. Ничего интересного по факту не происходило. Всё становится достаточно плохо. То есть, наши все умирают. Шкода, вот, я её сливаю. Тот момент, который я показал в начале видео. И, соответственно, мы втроём остались против семерых. Вот. Я понимаю, что надо убегать. В принципе, сейчас, что в моей голове? Надо откатиться. Пока сейчас будут убивать ИС-1. И в союзную арту, я думаю, ещё пару раз стрельну. Ну, в принципе, как бы, надо больше настреливать. Там, Ля-Ля-Тополя и всё такое. Я не думал о победе. Хотя, потом, вот, когда я сюда уже приехал, я понимал, что Федя, скорее всего, так и останется весь бой стоять там на одном месте. И ИС-1, который ПТ-шит на респе, тоже останется стоять на одном месте. Вот я делаю минус. И я понимаю, что, блин, а может быть, есть всё-таки какой-то минимальный шанс? Может быть, сейчас арта что-нибудь попадёт? Я настреляю. ИС-1 будет. Ну, как бы, он не умер, да? Значит, что-то есть в голове. Может быть, он тоже и стрелять будет. Тоже парень на СТА или это подруга, не знаю. Скорее всего, подруга, судя по нику. И вот ещё союзники делают минус. И вот, как бы, ну, процентное соотношение вроде бы, ну, не то, что выравнивается, но, как бы, по крайней мере, у нас чего-то растёт. Шанс на победу. Он потихонечку начинает вырастать. Я становлюсь в куст. Жду, 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 жду. Вот сейчас противник будет рашить. Вот он, Е5. Я тут поспешил, поспешил, не свёлся. Даю в гуслю на каток. Без урона. Теряю драгоценные секундные. Е5 надо просто убивать, потому что у него очень много ХП. Но вы знаете, то, что я его загуслил, это дало свои плоды. Флова Е5 просто начинает мгновенно умирать. Его дамажу я, его дамажит СТА, его дамажит арта и минус Е5. Флова Е5 просто ушёл мгновенно в ангар. Я, кстати, от него получил плюшку, достаточно неприятно. Помимо этого, я уже понял, что меня целит артиллерия. Окей, но Е5 мы сливаем. Союзники там ещё убивают тоже, делают минус. Вот он, вот он паритет. Ну, практически паритет, да, у нас мы втроём так же и остались вживы. А у противника Е100, Федя и арта. И я понимаю, что вот, вот сейчас всё будет. Вот тут уже я начал верить в эту победу, когда вот мы сложнейший этап смогли пережить, да. Слили Е5, двух Е5, 50Б. Я понимал, что вот Федя, который стоит на медленной ПТ-САУ весь бой на месте. Сейчас я его пересвечу, солью. Помимо этого, я предполагал, что Е100, наверное, тоже, наверное, до сих пор там ПТ-шит. Вот, и как бы, ну, может быть, поехал по воде. Но я думаю, вот стану здесь сейчас, попробую просветить рогами. Вот, ну, стереотруба, если кто не в курсе, что такое рога. То есть, рога есть у нас в игре у оленей, и есть рога, это оборудование стереотруба. Так вот, я думаю, сейчас стереотрубой попробую просветить. Вот, и я понимал, что сейчас от обзора, вот здесь есть как бы укрытие, холмы, там все дела. Я тут смогу, в принципе, как бы, вот, пересветить этих товарищей. Так получилось. С Федя, он как-то немножечко поздновато засветился. Я уже успел дальше проехать. Вот, и я даю ему тычку. Ну, в этот момент умирает союзная артиллерия. И для меня это было, честно, вот, немножечко неожиданно. Я думал, честно, что сейчас арта поможет слить Федю. Я ждал, что сейчас ГВЕ-100 кинет чемодан. Но союзная арта умирает, ее слил артобат. Я думал, что артобат, наверное, по трассеру вычислил ГВЕ-100. Вот, но потом я понял, что, когда союзники начали тыкать по миникарте, я понял, что, наверное, артобат, а может быть, еще вместе с Е-100, он приехал. Он приехал к нам на базу, но мне в любом случае надо было в первую очередь сейчас слить Федю. Я понимал, что он вернется на позицию. Вот, мне в любом случае надо было сейчас сливать Федю, потому что, если Е-100 меня засветит, по мне будет лететь с двух сторон. Плюс еще арта может лететь. Так, слил Федю, и теперь уже становимся на прием Е-100. Вижу Е-100, красавчик. Он не ставит ромб, он, наверное, не знает, что это такое. Как раз стоит ко мне ровно. Вижу НЛД, даю тычку. Супер, супер. Е-100 становится ваншотным, и посмотрите, что он творит. Он не пытается спрятаться от меня, становится бортом, и я делаю минус. Минус Е-100, и мы вдвоем с Е-100 остаемся против артиллерии. Это, конечно же, победа. Это просто реальная прекрасная победа. У меня, кстати, 5 фрагов. Я хотел бы, конечно, хотел бы воина. Я участвовал в этой победе, но, к сожалению, Е-100 не оставил мне этот последний фражик. Вот, и, в принципе, как бы убивает арту, и мы победили. 6500 урона, 5 фражиков. Вот, в принципе, как бы получилось достаточно вкусно. Но, честно, вот именно не важно, сколько урона, сколько фрагов. Вот, именно важно то, как мы выиграли. Это какой-то мини-колобанов на толпу. Мы втроем остались против 7, тем более у нас была, в основном, низкоуровневая техника. Вот, а у них куча топов, куча железа. Они уже были у нас на базе, и произошло такое маленькое чудо. Честно, приятно так побеждать. Ну, собственно, на этом все. С вами был Слим. Всем хорошего настроения, удачи в боях, отличных союзников. Ставьте лайк, поддержите Слима. Поддержите канал Слима. Не забывайте подписываться на канал. Делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok